друзья привет это алекс дозор и у нас сегодня честный обзор вот этой вот колоночки от sony это у нас sr s xb 23 виллярис спикер представляет она еще вроде как спикер хорошего качества должна говорить да ну все все мы об этом знаем давайте перейдем на сверху и поговорим о ней и так ребята давайте посмотрим на саму коробочку вот так вот она выглядит тут кстати почему все так а наш из чехии приехала алексеев чехии покупал поэтому здесь там не русских не украинских тут чешский чешский вот такая вот колоночка совместима то понятно звук и apple store со всеми делами можно скачать приложение music center вот вот кстати вот так она выглядит а то я на коробку не гляну искал искал методом тыка ну так интересней скажем так и вот такой вот вот так вот она приходит вот так запакована в распаковке вы может видели вот такой вот копилек у нас здесь и вот такой пакет с мама и это нижняя подложка вот так вот чтобы она для эксплуатации но это уберу это нам особо не надо давайте взглянем что нам предлагают педали ну вот это вещь полезно как всегда карта эксплуатации схема использования очень интересно то что можно 100 колонок совместить создать стереопару это все можно делать через их приложение и с нескольких телефонов кидать сюда музыку в принципе стандартные возможности но как бы за эти деньги они просто должны присутствовать на этом месте продолжаем дальше ну кабелёчек для зарядки разумеется и избиси на обычные для сама колоночка вот такая приятная приятный материальчик это больше ткань но если у вас есть животные дома кошечки собачки которые не лысые а шерстяные шерсть конечно будет здесь видна пылька еще как-то раз стер а шерсть вот 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 может видите местами соседи активизировались ремонт делают молодцы ладно у нас здесь защита айпи x вот видите айпи айпи 67 вот и поэтому под резиночкой у нас скрывается соединение как powerbank у использовать не получится только как колоночку к сожалению ну в принципе может нам и не надо вот кнопка включения кнопка сопряжения с bluetooth есть интересная всплыва шишка на телефоне когда подключаешься в первый раз можно подключать как с помощью программы так и без мощность к сожалению не заявлено и в принципе мне заявлено и батарея какая здесь есть но заявлено что работает он она 12 часов на минималках скажем так ну на максималках я думаю часов 5-6 она протянет 4 как минимум давайте так у меня возможности ребенок маленький возможности 4 часа к ряду на большой громкости слушать ее не было но думаю что она это выдержит максимально 12 часов написано так что касаемо вот эта вот кнопочка экономии батареи при ее включении звук становится тускловатым об этом позже но работа увеличится то есть фоновом режиме как как радио если вам надо продлить ее работу нигде нету розетки пойдет как решение но не сильно пойдет так что у нас party это до 100 колонок подключения в ряд с помощью этой клавиши а это клавиша у нас стпр для того чтобы создать стерео пару кстати вот так вот еще я покажу снизу как она выглядит сверху тут у нас пассивный до излучатель здесь по идее тоже и отсюда войдет основной звук ну как-то так не смотрите ребята вот так это выглядит после включения вот так она здесь светится потом что она включена и работает bluetooth так смотрите что важно элдак кодек элдак ну честно говоря я не скажу что я особо слышу разницу на колонке sbc или или элдак где у нас где у нас это было чуть-чуть не здесь но другие настройки до bluetooth кода вот она то есть можно выбрать авто а так как у меня настроена на телефоне на то чтобы это будет элдак посмотрите как настроить вот сейчас плывет ссылочка поэтому устанавливаться по элдак но батарею будет откушивать я думаю что с телефона что с колонки побольше поэтому я бы не рекомендовал на из беседа звучит ну разница не чувствуется потому что как бы много она дать по качеству звука не может как и принципе любая беспроводная bluetooth колонка если мы говорим то это больше веселья а не качество не какой-то аудиофильский размах так что еще хотел вам показать на другие опять в кодек попал звук звук вот вот это вот интересная штука видите есть можно под опустить под поднять и действительно это работает и работает неплохо составим на средних я сейчас вам покажу как это собственно работал по приложению в принципе все то есть как было особо тут высматривать его не будем я главные такие фишечки показал там моно стерео экстра баз можно включить можно включить вот по моему это дело выключено да поэтому мы экстра баз не включим а теперь если установлены настройки на экстра баз все давайте ее послушаем и я расскажу вам свои выводы о ее звучание итак сейчас попробуем как она звучит кстати шерсти уже какой-то липнет к ней шерсть конечно сильно поэтому владельцы питомцев домашних имейте пожалуйста это ввиду давайте сейчас ее включим вот в обычном режиме сейчас мы все попробуем как бы прижимы быстренько а потом я расскажу свое мнение о ее звучание погнали это обычный режим верни на серединку жена мой оператор по совместительству еще и техник сантехник помогает так сейчас я нажал кнопку экономии батареи слышите как бы сразу тускленько стало выровнялась вот эту линию линейная а чеха а ну под добавь на все а этот на экстра баз включила да выключила ну добавь на экстра базе на все вот так вот она звучит вот с экстра базиком она звучит хорошо сейчас я еще раз включу на экономию потому что когда включаешь те функции экономия включается автоматически потеря на всю на экономном режиме просто так вот так вот так и словами так а теперь убираем а теперь давай вот этим вот эквалайзерам которые встроены в приложение мы поднимем вручную включенный экстра баз и поднимем то есть на всю сейчас все что можно выдавить с этой колонке мы вам сейчас выбираем вот так вот я не люблю кстати это была музыка группы engine on я вначале написал сейчас уже скажу спасибо ребятам за то что они предоставили свой контент для моих роликов и ну я могу его использовать на тестах колонок а то б я не знаю чтоб сейчас включал чтоб ютуб потом меня не порезал смотрите смотрите какая штука выключаем какие собственно выводы какое мое мнение по этой колонке самое кайфовое она звучит с включенным экстра басом разумеется и еще бы там приподнятой эквализации но там уже как бы самому можно как тебе нравится подвести вы это все видели без экстра баса ну звучит честно говоря так тускловатенько но если сравнивать с моим пульсом третьим а я все-таки сниму скоро на него обзор я хотел вторую до пары и на стереопару уже показать обзор ну чувствую что я выберу наверное наушники кинера фрея вместо второй колонки а вот стереопару потом когда нибудь будет вторая колонка я еще думаю над этим что купить покупать кинера фрея или как бы не стоит ваше мнение напиши пожалуйста что я заметил в этой колонке вот со старта когда ее включаешь без программы без ничего и по кодеку ну кодек LDAX с кодеком SBC ну разницы ну никакой практически для звука для вашего как бы того что куда вы ее будете использовать ну это не надо батарея будет естся гораздо больше то есть прирост по качеству и по батарее ну батарею вы потеряли в этом случае а по качеству прирост будет минимальный и может ощутимый только на первых парах прослушивания когда вы эту разницу уловите и у коробочек вот классно она отрабатывает как локальный монитор вот когда я ее включил включил что-то с вокалом вокал на первом месте пас чуть-чуть позади ну не чуть-чуть а крепко достаточно и вокал и мужской и женский на ней звучат достаточно интересно мужской там с хрипотцой с обертонами с вот этими вот вещами с легочным дыханием когда из легких из бронхов идет пение ну ничего так очень классно я вот у меня было реальное ощущение что я стою на сцене возле вокального монитора то есть как бы ну не вокального монитора а когда вокал входа на монитор то есть вот ровно такие же если добавить конечно баска по экстра басу то да подача тогда выравнивается бас подымается и становится более веселая более комфортная но мое личное мнение извини алексей извините те кто уже купил эту колонку не пользуется ну у у джи беля и приложение цикк как-то по ну покрасочней поудобней по кайфове что ли и звучание все таки вот у джи беля оно как бы повеселее вот уже уже со старта там бас на своем месте ничего подкручивать не надо подымать не надо ну мне больше лично мое мнение мне больше нравится как звучит джи беля еще простите все кто все фанаты sony и кто уже приобрел эту колонку а кто не приобрел реально пойдите в магазин поставьте рядом две колонки и поймите какая вам нужна да это сейчас стоит три двести три триста по моему да гривнами сто двадцать два доллара мы смотрели вот во время распаковки пульс а мой пульс третий сейчас стоит четыре четыре четыреста самая дешевая цена по которую можно купить в каких-то интернет-магазинах у нас здесь в Украине в Харькове это четыре четыреста но может лучше стоит переплатить там прирост по качеству звука и по мощности она будет больше ну смотрите сами нужна вам такая или нет как для маленькой комнаты и для создания атмосферы вполне себе нормальный вариант но есть куда стремиться есть варианты получше поэтому смотрите я не могу не рекомендовать эту колонку она хорошая все с ней в порядке все с ней нормально но мне лично больше нравится моя колонка всем ребят спасибо сейчас запустим эксперта и заканчиваем с этим обзором ну что ребят вот он наш наш пушистый технический эксперт запускаю я потому что жизни после кесарева сложно это делать с дивана незаметно скажем так поэтому пока без шоу пока вот простенько у вас не пошел как тебе колоночка пушистя тебе чудо что такое не интересно так он так уже раз убежал потом ловил а по залу по студии нет больше зала теперь только студия ну как тебе колонка ну колонка вот как ну давай отгрызем Алексея что он говорит от колонки ну уже что он зря ее из Чехии или что нет по ходу эксперту тоже не сильно ладно все ребят большое спасибо за то что вы со мной всех обнял поцеловал приподнял и аккуратно поставил на место пока 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 и